Приветствую вас, уважаемые друзья, Юрий Диаген. Это второй фильм из серии Карлос Кастанеда без наркотиков. Без наркотиков, потому что моя главная задача это хоть как-то заинтересовать вас творчеством этого действительно незаурядного писателя. И вокруг которого сложилось сейчас очень много стереотипов, очень много каких-то некомпетентных суждений. И почему-то считается, что старик Карлос Кастанеда, великий писатель, писал о каких-то исключительно магических практиках, исключительно о каком-то шаманстве, исключительно о практике приема каких-то препаратов, которые расширяют сознание. Хотя в моем понимании это вовсе не о том. Его творчество это вовсе не о том, это не только магия, это не только эзотерика. Это совсем такая маленькая составляющая творчества, которой он касается очень так аккуратно и очень мягко. В основном, в моем понимании, это четкий набор практически применимых инструментов, которые позволят повысить качество твоей жизни, сделать тебя более уверенным, сильным, позволить тебе больше зарабатывать, прокачая твой навык общения. И даже если у тебя задача не только сгореть в огне изнутри, растворившись в бесконечности, обрести целостность самого себя, и там бла-бла-бла, да, если у тебя совершенно какие-то земные задачи, вот, допустим, у меня международником пожимали уже стал, хочется пожать там 250-260, даже в этом мне старик Карл Скастанеда очень помогает. Карл Скастанеда без наркотиков. Еще раз, моя главная задача не рассуждать с умным видом, мол, он хотел сказать то, вот то, еще раз то, но вовсе не то. Нет, однозначно рассуждать о том, что хотел сказать Карл Скастанеда, на самом деле, может только единорог, может только единорог, либо очень неодаренный человек, потому что это просто не надо делать, это просто не надо делать. Ознакомьтесь с творчеством Скастанеды, вот моя главная задача заинтересовать вас этим писателем, продвинуться хотя бы немножко дальше, чем вторая книга, быть может, что-то действительно конструктивное, вы сможете из его творчества подчеркнуть, что позволит повысить вам качество, во всяком случае, социальной жизни. В первой книге, то есть в первом видео, в первом видео, извиняюсь, серии Карл Скастанеда без наркотиков, я рассказывал о практике остановки внутреннего диалога, почему это именно с практической точки зрения практика очень важная. Я рассказывал о конструктивных особенностях творчества Карл Скастанеды. Ведь в моем понимании, даже если это мистификация, похрен, а если это компиляция, плевать, даже если это компиляция, даже если это ложь, даже если это мистификация, это конструктивная мистификация, которая позволит тебе встать на путь знаний, которая позволит тебе встать на путь развития. Она носит конструктивный характер. Весь есть творчество, которое носит характер деструктивный или, во всяком случае, с таким запашком небольшим. То есть, почему-то в один ряд всегда, я не знаю почему, но я с ним очень часто сталкивался, ставят Ницше, Кастанедо. Во всяком случае, в паре книжных магазинов я их видел рядом. Ницше, Кастанедо и всегда. Когда заходят разговоры о Кастанеде, ладно, не всегда, но очень часто, всплывает фамилия Ницше. Хотя, в моем понимании, творчество этих людей абсолютно разное, не только по форме, содержанию, но и в плане того, какое ощущение то или иное творчество оставляет. То есть, все мы знаем, кто действительно интересовался, как жил Ницше, от чего он склеил гасты. И все его творчество прошит вот этим ощущением того, что он писал вовсе не о том, как он живет. Он писал о том, кем бы он хотел стать, грезил этим, во всяком случае, как-то болезненно. В моем понимании он об этом писал. Кастанедо же ни хрена подобного. В моем понимании, это творчество написано человеком, который прожил жизнь. Быть может, сгорел в огне, я внутри хрен его знаю, но он прожил жизнь. С огромным юмором, с огромной уверенностью. Имея какой-то мощный пробивной поиск в своей жизни, имея мощные пробивные устремления. Пускай похрену, что это мистификация. Создать крутую мистификацию, это уметь надо. Поверьте. И иногда мистификация, как информационный повод, как созидательный повод, как именно какой-то конструктивный запал, гораздо важнее набора каких-то правдивых историй. Поверьте. Правда, это вовсе не показатель. Это вовсе не самая главная ценность. Ценность это развитие. Ценность это запал. Ценность это энергетика. И энергетика часто может быть придуманной. И именно старик Карлос Кастанеда, быть может, если это все действительно неправда, придумал очень крутую конструктивную вещь. Практика неделания. Вторая по важности для меня в практическом смысле практика, которая позволит сделать жизнь более качественной. Первый. В первом фильме «Цикл Карлос Кастанеда без наркотиков» я рассказывал об остановке внутренней диалога. Я рассуждал о том, что мозг, как главный потребитель внутренних сил, не должен быть постоянно загружен. И практика остановки внутреннего диалога – это действительно мощная, практически применимая практика, которая позволит вам действовать более эффективно в социальной жизни. Это не магия, не мистика, это ни хрена подобного. Это именно конструктивный подход к расходованию главного потребителя внутренней силы, вашего главного мозга. Теперь, практика неделания. Безупречная практика. Безупречная. Что такое неделание? Это выполнение каких-то действий, которые никак не связаны с вашей повседневной действительностью. Как, допустим, выглядела бы моя жизнь без практики неделания? Да, я работаю очень много, сплю, действительно очень мало. Это тренировки, пускай мне они безумно нравятся. Это поездки на работу. Это набор каких-то социальных взаимоотношений. Семья, работа, деловые партнеры, то-то-то. То есть, это набор вещей, которые я постоянно делаю. То есть, праздники, дни рождения, может быть, какие-то веселые темы, поездки в театр, поездки в кино. Но если, в общем и целом, так сухо посмотреть, всегда нужно привносить в свою жизнь что-то такое, чтобы выходило за рамки привычного контекста жизни. Чтобы не было такого сухого, нормального времяпровождения. Потому что не очень хочется жить нормальненько. Театры, выставки, общение с людьми, какая-то социальная деятельность, это все хорошо. Но, если этим заниматься слишком долго, так же как, не знаю, там, находиться в одной комнате с очень красивой женщиной, это надоест через неделю, если не заниматься ничем другим. То же самое. Какая бы деятельность ни была, в какой-то момент она немножко деревенеет, костенеет, ты привыкаешь к каким-то элементам этой жизни, и все становится как-то обыденным. Либо тебе придется что-то новое привносить, либо придется очень много работать и не думать об этом, либо же и то, и другое. Но при этом ты еще какую-то вещь привносишь, которая будет выходить за рамки привычного контекста. И тем самым разбивать привычные вот такой будничные меры ощущения. И практика неделания, это охрененная вещь. Это охрененная вещь, которая позволит тебе не чувствовать себя, чем бы ты ни занимался. Даже если ты живешь от дома до работы, да, и на работе выполняешь какую-то монотонную, даже пускай по охрену, монотонную работу, практика неделания, безупречный, практический инструмент, который позволит тебе не испытывать ощущения вот этой постоянной будничности происходящего. Этот инструмент позволит тебе жить в постоянном ощущении того, что ты находишься в каком-то поиске, очень нетривиальном, что ты находишься в контексте каких-то более крутых преобразований, нежели работа-дом, работа-дом, работа-дом. Это позволит тебе постоянно о чем-то мечтать, позволит тебе не деревенеть мозгами. И нужно выполнять эту практику вовсе не так, как ты делаешь что-то в обыденной жизни. Это может быть все, что угодно, вне контекста привычных действий. Например, водить машину только левой рукой целый день, представляя, что правую руку тебе там отстрелил терминатор. Прессовать единорогов, которые состоят в партии «Единая Россия». Если вспоминать свою жизнь, то практически каждую неделю стараюсь придумать какую-то практику. Единственное, практика не должна быть дорогостоящей. И следите за тем, чтобы практика не была как-то упоротая и наркоманская. Потому что не в этом дело. Чем более необычно, это не значит, что это лучше. Практика может быть простой по форме, простой по содержанию. Но выходить за границы привычного жизненного контекста, и самое главное, эта практика должна быть с юмором, либо же она должна быть сопряжена с какими-то сильными эмоциями. Ведь помните, Карлос Кастанеда в одной из своих книг писал, как они с Доном Хуаном идут по пустыне. И Карлос Кастанеда общается так мило, весело, как-то небрежно с Доном Хуаном. И вдруг замечает, что за ними там ползет ягуар. Ну, грубо говоря, ягуар, пума, там хрен, я не помню, да? И Карлос Кастанеда говорит, слушай, ну как-то не очень удобно получается, за нами там следит пума, который нас двоих порвет спокойно. А мы идем, и тут разговариваем о каких-то совершенно отстраненных вещах. И Дон Хуан говорит, ну да, представь, какое замечательное неделание. Когда обычный человек там бежал бы со всех ног, какие-то камни бы искал, палки, лез бы на какие-то горы. Мы идем и милую беседуем. Это великолепное неделание. Да, то неделание, которое сопряжено с сильными эмоциями. И сам в своей жизни я старался пару раз такое неделание применить. Чуть-чуть попозже я об этом скажу. Но обычное неделание, это знаете, вроде того, что, как иногда, понимаете, напиток Ягуар может быть полезен, если его не пить, если его использовать в качестве мишени. То, допустим, порнофильмы могут быть полезны для практики неделания. Вы смотрите их серьезно, видимо, надев очки, во фраке. Пытайтесь определить, может быть, там, не знаю, соционический тип участников данного фильма. Либо же потом сесть за написание продолжения того, что происходило после этого фильма. Стараться, там, не знаю, мемуаром того мужика, который в фильме участвовал писать. Все, что угодно мы можем делать. Что выходит за границы привычного контекста. Например, из таких ярких практик неделания, о всех, естественно, рассказывать не буду. Да и вы тоже, если будете этим заниматься, не лезьте с рассказыванием о том, какие практики выполняете ко всем подряд. Не надо. О личной истории тоже потом немножко подробнее расскажу. Помню, один раз выполнял упражнение такое серьезное, как зашивание голени. Такое четко психологическое упражнение по развитию психологической устойчивости. Но при этом в один момент выполнения этого упражнения, если заранее написал на бумажке, хотя бы там 20 секунд этому делить, 20-30 секунд вспомнить актеров, которые одновременно в свое время снимались в фильмах с участием и Сталлоне, и Шварценеггер. Действительно, пришлось попотеть, но парочку актеров вспомнил, и это действительно было хорошим неделанием. И одно из таких самых запоминающихся неделаний, которое я делал... Не делал, не делал вообще. Оговорка по Фрейду. Одно из самых запоминающихся неделаний, которое действительно разбило привычную картину мира, разбило привычные деревеневые мозги, которые такими становятся, если жить от работы до дома, от работы до дома, если выполнять монотонные действия. Это, во-первых, само по себе упражнение. Ночной дикий лес, когда вы уезжаете далеко-далеко, и в дремучий лес, и стараетесь там провести ночь. Естественно, зимой это делать не надо, это делается летом. Летом ваша задача уйти далеко и хладнокровно, сохраняя хладнокровие, провести в лесу ночь, стараясь как-то обосновать окружающую действительность, что вы не враг, потому что она вас будет испытывать на прочность. Для меня это было очень страшное упражнение. Но, так же как Карлос Кастанеда с Доном Хуаном шли, я разговариваю очень весело, когда за ними следила злая пума, так же мне было очень важно не только сохранить хладнокровие, но и сделать что-то такое, что обычный нормальный человек никогда бы не стал делать в данной ситуации. И так ночью сидеть в лесу действительно страшно. Лес, живая природа всегда старается с тобой как-то пошутить, с тобой как-то приколенуться. То и дело мерещатся какие-то страшные рожи, то и дело мерещатся какие-то страшные голоса. Это действительно не так просто находиться в 20-15 километрах от цивилизации, далеко-далеко в лесу, который сам по себе людей не очень часто видит. Хрен знает, кто там в лесу может находиться. И ты четко понимаешь, что природа это живая энергетика, это живая такая комплексная энергетика, которая тобой интересуется в этот момент. Интересуется, старается с тобой как-то взаимодействовать. И вот объяснить природе, что ты не враг, что тебе не надо бояться, тебе не надо там не любить. Стараться с ней как-то договориться. Может быть с ней как-то поговорить или позадавать ей какие-то вопросы. Это безумно классное упражнение. Но что в контексте этого упражнения можно совместить с неделанием? Я написал парочку рассказов про единорогов. И сидел, читал это лесу. Действительно, несколько таких хороших, фантастических рассказиков. Очень действительно. Я их сам иногда перечитываю, мне они очень нравятся. Я сидел, старался именно окружающей действительности все это дело читать. И вы знаете, у меня появилось такое ощущение, что окружающая действительность этим очень заинтересовалась. Какие-то моменты ее возмутили. Когда я там рассуждал о каких-то вещах, какие-то моменты ей понравились. Над какими-то моментами она действительно посмеялась. И вот ты сидишь, читаешь. С телефончика записан этот рассказ. И слышишь хруст впереди. Действительно, когда ты смотришь вдаль, у тебя глаза, твое воображение начинают с тобой какие-то злые эксперименты проводить. Ты себе что-то представляешь. И представляешь себе зрителей. Зрители, они не всегда могут выглядеть как-то корректно с человеческой точки зрения. Но с этими зрителями в любом случае надо взаимодействовать. Несмотря на то, что тебе может быть страшно. Несмотря на то, что ты ожидаешь всегда. Как говорил старина Хичков. Страш не сам страх, а ожидание страха. И вот в рамках этого, в рамках этих сильных ощущений стараться не просто сидеть и бояться. Не просто выполнять вот это упражнение, пытаясь сохранить ход на крови. Хрен бы с ним. Надо какую-то сверхзадачу еще, которая вырвет тебя за границы. Контекста твоих действий. Твоего делания. Вот сидеть и бояться это делание. И сидеть и читать тому, кто может прийти и рассказать про единорогов и делать это в любом случае, это уже не делание в моем понимании. И практика оказалась действительно безумно важной. И хотя бы раз в неделю старайтесь придумывать что-то, что вырвет вас за границы привычных мер ощущений. И вы будете жить с ощущением того, что вы не монотонно живете. Что вы живете в каком-то действительно духовном поиске, в каком-то интеллектуальном поиске. И ваш навык общения будет прокачиваться. У вас навык воображения, один из главных практически применимых навыков, тоже будет прокачиваться. И читайте старинного Карлоса, Тастанеда. Читайте. Составьте свое собственное мнение. Не слушайте какого-то Васю, Петю, которые говорят, что вот читали первые две книги, и мне понравилось, про наркоту. Ознакомьтесь с его творчеством. Но помните, в любом случае, даже если вам старик Карлоса, Тастанеда безумно понравится и затянет вас, не ограничивайтесь только его творчеством. Помимо Карлоса, Тастанеда есть 8 миллионов 450 тысяч 263 очень хороших писателя. И один из самых лучших писателей, это вы сам. Книгу, которую ты напишешь сам. Только она позволит тебе реально очень круто прокачать все в максимальной степени. Самая лучшая книга, это ту, которую ты напишешь сам. Но прежде чем ее писать самому, надо ознакомиться с творчеством очень хороших людей, которые тебе на пути создания, в том числе твоей собственной книги, безумно круто помогут. Также помогут больше зарабатывать, быть более уверенными в себе и жить очень весело, качественно, не чувствуя себя чуваком, который живет в рамках какой-то гребаной, задеревенелой системы. С вами Дуб и Юрий Диоген. Вот так вот. Приходи ко мне на тренировки, поставлю тебе хороший жим. Все будет здорово. Удачи и силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok